У Агрогородку Ляскавич и Петриковского района открылась резиденция Полесского Деда Мороза. С подробностями, с места подзей, наш корреспондент Павел Михно. Агрогородок Ляскавич и у нашей страны и за эмежами. Давно вядомы, как буйный туристический центр. Там и до развития новых направлений от починка. Тут за все, где подходит серьезно. На передо дни святов Национальный парк Припятский подрыхтовал для своих гостей новогоднюю программу. Гэтой зимой тут открыли подворок Деда Мороза. Идея створения резиденции заявилась еще в минулом году. А в 2018 году с працовниками парку была распространена программа маршрута. Варто отзначить, туристический шлях до Полесского Деда Мороза лежит в самой разностаинной местности. Спочатку – Мясцовый музей природы, где гости знакомятся с белорусской фауной, а так само традициями полешуков. Закапляльная пригода протягивается у гостях указочного червоника, який разповедает про мясцовые поверья и звычаи. Аматорам мистики сподобается древожаданию. Каб справдилась заповедная мара, гостю достатково только подумать про яе и завязать стужечку на одной из галин. И только после усих чаровных пригод гости трапляют до Деда Мороза и Снягурки. Кто в нарядной теплой шубе, длинной белой бородой, в Новый год приходят гости и румяный, и седой. Мне понравилась сегодня очень танцы с Дедом Морозом и экскурсия. Она была очень интересной и увлекательной. Мне понравилась елка. Здесь еще понравилось, как мы переховывали. По перспективе на территории резиденции должны появиться такие объекты, как хатка на куриных ножках, поля на 12 месяцев и детская гольновая пляцовка. А сам туристический комплекс плануется сделать круглогодовым. Здорово. Мне очень понравилось. Детям понравилось тоже. Мы будем приезжать сюда еще и обязательно буду открывать для себя какие-то новые места в Беларуси. Теперь опынуться у гостях у Каски для Жахарова Гоменской в области стало простей. Павел Михно, Александр Харлампов. Телерадо Акомпания Гомель с Петраковского района.